1993 год. Внутриполитический конфликт в Российской Федерации приводит к вооруженным столкновениям на улицах Москвы и последующим действиям войск, в ходе которых погибает более 150 человек. Октябрьский путь окончательно уничтожает великий и могучий союз Советских Социалистических Республик. В условиях нарастающего кризиса и радикальных реформ останавливаются заводы, закрываются НИИ, люди остаются неудел. Но несмотря на весь этот хаос, далеко на севере президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев издает указ организовать Международный детский фонд «Дети Саха-Азия». Если вспомнить создание Международного детского фонда «Дети Саха-Азия», это, конечно, совершенно новое в нашей истории явление. Это отличное такое вот задание было, неожиданное, конечно, несколько скажем даже суровое, от нашего первого президента Михаил Ефимовича Николаева. Шел с сентября 1993 года. И ситуация, насколько я надеюсь, население нашей страны помнит, это было очень сложное время, но в нашей республике был взят курс на инвестиции, на внимание, на поддержку, на развитие населения в целом, и количественно, и качественно, в то же время, в первую очередь, на детей. Одним из самых масштабных и престижных детских соревнований является республиканский турнир по боксу среди школьников на Кубок Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». Вот уже 17 лет детский турнир собирает тысячи юных спортсменов, многие из которых отстаивают сегодня честь республики и страны в составе сборных команд. Среди них участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Василий Егоров. Я думаю, этот турнир очень важен, так как турнир является суриканского масштаба. Я сам в этом турнире участвовал два раза, два раза выигрывал. Этот турнир для меня стал очень важным, так как эти победы для меня были первыми. И поэтому после этих турниров я поверил в себя, поверил в свои силы и пошел дальше выступать на других российских и на международных турнирах. За эти годы мы очень много программ реализовали. Вначале вроде бы как мы начинали с того, что наших детей обучали иностранному языку за рубежом. Потом мы поддерживали учителей, которые хорошо работают с детьми. Потом поддерживали матерей Киряинь. Надо заметить, что первые международные детские игры «Дети Азии» они проводились за счет фонда «Дети Саха Азии». И кроме того, первый детский дом, это детский дом семьи Матвеевых в Намском Улусе, тоже было построено на средства Международного детского фонда. Мы с супругом Матвеевым Николаевым первыми в Якутии и среди первых в России организовали семейный детский дом. Сначала брали детей просто, детей-сирот воспитывать. Это мы еще начали 1975 года воспитывать. А потом, когда семейные детские дома начали появляться в России, Альберт Анатольевич такой призыв сделал, чтобы дети не должны быть в детском доме. Они в семье должны расти. И мы откликнулись и организовали первый семейный детский дом в Якутии. Альберт Анатольевич Лиханов. Вот мы с ним работали, тесно работали, переписывали своим опытом и проблемы детства вместе решали, можно так сказать. И очень существенную помощь нам оказал фонд «Дети Саха Азии». Когда у Сент-Экзюпери спросили, стоит ли баловать детей, он ответил, непременно балуйте. Неизвестно, какие испытания им приготовила жизнь. Дети, о которых повествует телепроект «МДФ. Будем вместе», пришлось пережить немало трудностей в свои 10, а то и в 5 лет. Ну, живем мы уже полтора года здесь. Ну, живется мне здесь очень хорошо, очень нравится. Семья отличная. Особенно мама с папой и бабушкой, с дедушкой. Держим хозяйство, огород еще. Ну, я думаю, что наконец у нас адаптация прошла. Более-менее сейчас-то уже все у нас наладилось, уже привыкли друг к другу, уже как родные. Поначалу были немножко сложности, но сейчас уже все забылось, уже как... И ничего вроде бы и не было, уже не вспоминается. Уже живем, уже все налажено. А увидели мы их, вот когда вы их сняли, это вот в рубрике показали, и, конечно, мы сразу обратили внимание. Естественно, без всяких раздумий взяли троих мальчиков. Они у меня самые главные помощники. Ой-ой-ой, пацаны молодцы. Илюша тоже умница. Папе все помогает. Папа научил. Это пили... Ну, пилить... Ну, в детдоме не давали нам пилить, но я тут... Меня научили правильно гвозди запивать еще. Ну, помогали папе строить все. Ну, здесь я, когда я приехал, я первый раз приготовил здесь. Первый раз. Как картошка с курицей в духовке. Вот это я приготовила. Ну, первое... Спасибо, что приехали, конечно, вы посетили. Не забывайте наших деток. Я вот не могу. Я их всех люблю. Полюбила детей. Вообще полюбила. За пять лет нашей передачи мы показали 280 детей. Из них в семье устроено 106 детей. Помимо нашей передачи мы показываем видеопаспорта в новом дне. Это НВК Саха. А там рубрика «Пусть мама придет». И благодаря вот этим утренним показам у нас тоже детей берут хорошо. Граждане звонят, интересуются. Мы с фондом «Дети Саха» уже работаем с 2015 года. Первый след мы провели на нашем базе в местности Легер. Это наша дача, летняя дача. И мы сначала внесли предложение, чтобы сплотнить коллектив приемных семей. То есть, если мы отдаем детей всеми, то у них нет какого-то коллективизма. Поэтому мы хотели им помочь и оказать какую-нибудь помощь. Хотя бы юридическую, медицинскую, социальную, ну, консультацию и так далее. И хотя бы физическую, моральную, чтобы помочь нашим приемным семьям. Международным детским фондом «Дети Саха Азия» проведено немало благотворительных проектов. Это и неудивительно. Желающих присоединиться к акциям добрых дел с каждым разом становится все больше и больше. С 2016 года вступил в силу социальный проект «Семейный ремонт», благодаря которому во многих семьях был произведен сказочный ремонт детской комнаты. Мы призываем неравнодушных граждан поддержать этот проект и подарить ремонт малоимущим семьям. Молодой человек, которого я попросила повезти больного ребенка-инвалида в больницу на сдачу анализов, и нужно было это сделать рано утром. И я думаю, он, наверное, ругал меня и говорил о том, что зачем я согласился, ну почему я это сделала. В принципе, мы очень часто, когда делаем добрые дела, когда нас просят, мы об этом думаем. О том, что ну зачем мне это надо, ну кто-то живет своей жизнью, ну пусть он живет, ну нам зачем, почему мне это нужно. И когда он ехал, я думаю, ругая меня как мог, он наконец нашел этот адрес, нашел этот двор, поставил машину, ему внесли на инвалидной коляске ребенка, и ребенка посадили рядом с ним. Малыш посмотрел на него и сказал, скажи, а ты бог? Он очень смутился, он очень удивился, ему стало невероятно стыдно. Он сказал, с чего ты взял, я не бог, а ты пришел и помог мне. Я хочу обратиться к каждому. Наверное, вы боги. Вы, пожалуйста, придите и помогите тем, кому трудно, потому что вы являетесь его руками. Яковский фонд «Дети Саха-Азия» — это единственный, кроме центрального управления детского фонда, значит, вот такой фонд, который, например, издает свой журнал. А это очень обо многом говорит. Если есть свой рупор, значит, слышен свой голос. А этот голос часто бывает озабоченным, встревоженным, он бьется за интересы детей. Мы, как победители конкурса, номинации «Будем вместе» очень рады, так как в лице нас пропагандируются приемные семьи нашей республики. И хотелось бы, чтобы такие светлые, хорошие, добрые конкурсы продолжались. С начала нового тысячелетия по решению первого президента мы ежегодно вручаем лучшим детям, лучшим людям, которые занимаются защитой детей самым бескорыстным и самым прекрасным делом признание наше личное, признание нашего фонда и вручение премии. Я рада, что фонд «Дети Сахая Азии» уже существует 25 лет. И я желаю творческих успехов, вдохновения. Вы делаете очень нужное дело для населения республики Сахая Якутия. Я хочу пожелать фонду развития, безусловно, побольше таких проектов, побольше таких счастливых сердец от своих проектов, от своих результатов, как результат своей деятельности. А всем нам, якутянам, хочу пожелать как можно больше таких организаций, которые творят добро, которые реально помогают людям, которые генерируют интересные идеи. Международному детскому фонду «Дети Сахая Азии» я пожелаю, чтобы у них все было нормально, чтобы они процветали удачей, успехов. И всегда, всегда, вот так же, как у них все идет хорошо, и всегда помогали детям. Казалось бы, во всей России таких фондов много было, но все они распались. А вот фонд, Международный детский фонд «Дети Сахая Азии», это, наверное, по пальцам можно пересчитать такие фонды, которые у нас сохранились в 93-х годах и эффективно работают по сей день. Меня всегда поражала креативность этого фонда, и я хочу подчеркнуть, этот фонд наряду с Российским детским фондом является одним из лучших фондов Российской Федерации, как по работе, так и по честности исполнения своих целей и задач. Ни за что не стыдно за то, что сделано, потому что все мы старались делать с душой, много, может быть, и не нужно было каких-то моментов, но в то время оно было актуально. И через все проекты мы проходили, программы придумывали, всегда старались выбрать те незащищенные бюджетом статьи, чтобы помочь детям. Незыблемая репутация Международного фонда «Дети Саха Азия» на протяжении 25 лет является результатом невероятного труда человека. С юбилеем, любимый фонд! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова